Иду в магазин товара для животных. Хочу выбрать подарок Лео. Конечно, он не заслуживает подарка, но что-то маленькое, наверное, куплю ему. Я не верю своим глазам. Только что приехали и установили стиральную машинку. Оставили мне небольшую грязь. Я уже сказала, не надо за собой выбирать, хотя ребята приехали в этот раз очень хорошие. Очень извинялись за то, что оставили такую грязюку. Я сказала, что вытру все сама. Машинка достирает свой тестовый цикл, и у меня начнется большая стирка. Я так этому рада. Сегодня 14 июня. У Лео день рождения. Торт я уже сделала. Показывать не буду, как я его сделала. В принципе, все просто. Собачий чизкейк. Собачья радость. Сверху украшения кусочки сыра и вот эти вот собачьи всякие косточки, рыбки и так далее. Это как бы собачьи бисквиты и ветчина. Все. Садимся мы за стол. Манер, конечно, за столом у Лео нет. Это не Аму. Аму сядет и будет есть. Давай садись, Лео, доедай свой торт. Лео, доедай свой торт. Садись, Лео, доедай свой торт. Лео, доедай свой торт. Лео, доедай свой торт. Несмотря на то, что утро было сегодня сумбурное, 14 июня, день рождения Лео, но мы его отметили, все как обычно в нашей семье, все дни рождения с утра, и потом я гуляю. Сейчас я еду в Лондон, еду по делам, очень не люблю ездить в Лондон по делам, но люблю очень ездить туда гулять, это совсем разные вещи, когда я еду по делам, я прям бегом-бегом домой-обратно, а когда вот еду гулять, то с чувством, с толком, с расстановкой. Вы, наверное, задаетесь вопросом, где Амо, почему его нет в кадре, Амо сделал такой шикарный, великолепный подарок Лео и уехал в Испанию вместе с папой, так что в течение двух-трех недель мы будем одни. В Лондоне, как всегда, все по деловому, все бегут, торопятся, едят на бегу, трафик огромный, пахнет какой-то пылью, в общем-то, я тоже бегу в темпе, так как надо соответствовать темпу города. Вот я сейчас как раз прохожу мимо такого интересного здания, сюда хочет поступать Георгий в следующем году, это Kings College Лондон. Здесь очень высокие, конечно, стандарты поступления, не знаю, сможет, вытянет он, очень будем надеяться, что сможет. Это его мечта, будем над этим работать. Здание здесь, конечно, колоссально, очень большой кампус, если он поступит сюда, я буду очень-очень рада. Вообще, конечно, волнительный момент, вот сейчас проходила мимо университета и поняла, что у нас остался финальный год, можно сказать, последний рывок, и все. И да, средний сын пойдет уже во взрослую жизнь, я считаю, что университет это уже такая первая ступенька взрослой жизни. С одной стороны, волнительно, с другой стороны, переполняет чувство гордости, что уже взрослый, что начинает свою самостоятельную жизнь, очень за него рада. Английские телефонные будки, кто на что гораст, где Wi-Fi. Телефоны, кстати говоря, рабочие, то есть, в принципе, если вы захотите позвонить, то это сделать можно. Это здание Королевского суда, здесь, я думаю, очень много известных дел слушалось. За все эти годы. Зашла в чайный магазин, самый такой старейший магазин в Лондоне. Фирма Twining's, очень известная, но все какое-то обыкновенное. То же самое можно купить в обычном супермаркете, если вы, наверное, не турист, то, по крупному счету, ничего такого интересного здесь вы не увидите. За Кинс Колледжем находится очень классное имение Соммерсет. И здесь открыли галерею. Она была долго на реставрации. Кортланд. Вот у меня сейчас дилемма. Ехать в свою деревню или побежать быстренько посмотреть? Прекрасное. Наверное, я поеду в деревню, потому что не могу я все-таки в торопях и набегу смотреть красоты. Мне надо с чувством, с толком, с расстановкой это сделать. Так что я еду обратно. Тем более, я сейчас не знаю, как поезда ходят. Время ограничено. С собакой погулять, детей со школы собрать. Отвезти их по разным кружкам. Вернее, лука, только все не пойдет на рисование. А Георгий... У Георгий дополнительное занятие после школы. Поэтому после трех часов я как тушканчик. Раньше в Лондоне так не строили. Ничего не ремонтировали, все покрывалось плесенью благополучно. Все было замечательно, все функционировало. Сейчас, как ни приедешь, в Лондоне большая стройка. Все в кранах, перекопано, перерыто. Конечно, все будет красиво, когда все построят и отремонтируют. Но неудобства такие приличные. От вчерашнего подарка Лео останутся трошки на ножки, да, Лукаш? Одна нога хотя бы уцелела? Да, одна нога вот там. Одна нога есть, да? Все остальные... До свидания. Давай в школу собираться, а? Ну-ка она игрушку чинит. Вот. Что, как? Новенький. Как новенький. 15 июня, среда. Я сейчас еду домой, отвезла детей в школы. Вчера хотела немножко поснимать вечером, но получилась такая ситуация, что мне позвонили из школы где-то часа в два. И сказали, что Лука на музыке упал со стола назад и ударился головой об стол, о парту, который стоял за ним. Естественно, я так перепугалась. Но сказали, что, в принципе, ничего страшного, такого не происходит. То есть, они его отвели к медсестре, он там посидел, немножко успокоился. Вечером я его проверила, у него даже нет шишки. Но ночью мне не понравилось, как он спал, он дергался больше во сне. Наши дергания во сне не связывают с эпилепсией, хотя он очень-очень сильно дергает там руками-ногами. Это называется миоклонии, которые не имеют эпилептической природы. Не знаю, я по этому поводу очень волнуюсь, потому что бывают иногда спокойные ночи. Почему я обращаю внимание? Потому что я ему читаю на ночь. И, соответственно, когда он засыпает, я еще немножко с ним сижу. Бывают такие спокойные ночи, то есть он засыпает спокойненько и так далее. А бывают ночи такие, когда он засыпает и прямо сразу начинает дергаться. Вчера было очень сильное дергание, я даже осталась чуть подольше. Конечно, это не эпилептический приступ ночной, потому что ночной приступ, его пропустить невозможно. Это тоже, наверное, имеет какую-то неврологическую природу, хотя мне сказали, что не обращайте на это внимания, у всех это бывает. Но не знаю, насколько у всех это бывает, потому что у Луки это очень выражено. Машинку установили, у меня большая стирка. Примерно раз в полгода я перестирываю все чехлы от диванов. Честно говоря, я не заметила прям такой вот огромной разницы в загрузке. У меня до этого была машинка 8 килограмм загрузки, сейчас 10 килограмм. Как я делала в три захода стирку с двух диванов, так, собственно, она и происходит. То есть сейчас я загрузила все диванные подушки, а чехлы с одного и с другого дивана пойдут в следующий стирка. И не знаю, влезут ли они в нее или нет. Может быть, будет три стирки. Машинкой я пока довольна. Я, правда, только несколько стирок сегодня сделала. Самая длительная программа это 40-60 минут эко-стирка. Я стираю вот на этой программе полная загрузка, 45 минут. Предыдущая машинка у меня стирала все по 2-2,5 часа. Здесь есть тоже интересная программа, антиллергенная стирка. Я пока еще не пользовалась ей. Но обязательно попробую. И еще эта машинка, в принципе, не очень шумная. То есть, да, все машинки шумят, но я не скажу, что вот если дверь на кухню закрыта, то, в принципе, машинки вообще не слышно и не видно. Когда она отжимает, когда она стирает, очень довольно-таки тихая. Пришли с Лукой на теннис. Сегодня 15 июня, еще не самый жаркий день, но 24-25 градусов в Великобритании. Это ощущается, как все 30, где-то в другом месте, потому что здесь очень высокая влажность. И из-за того, что так влажно, конечно, чувствуется жара. Мы не привыкли к такой жаре. Каждое лето обычно 3-4 дня такие выдаются очень жаркие, а потом идет обычное английское лето. Я поехала за деньгами, хорошо? Пока. Пока. Как собраска, туда-сюда. Механические какие-то действия у меня. Привезти, отвезти, привезти, отвезти. Тренеру надо сейчас заплатить, а у меня нету наличности. Сейчас еду в банк тогда, заодно сниму чуть-чуть денег. Я отвыкла вообще от налички. Везде расплачиваешься либо Apple Pay, либо карточкой. Но карточку я даже уже не помню, когда я последний раз доставала. От налички, конечно, я уже отвыкла. И каждый раз, когда она мне нужна, у меня прям возникает большая проблема. Вы, наверное, видели уже английские деньги. Английские деньги теперь из пластика. Теперь можно не бояться постирать штаны с десятками в кармане и так далее. Раньше, я помню, у меня была большая проблема. Я никогда не проверяю карманы. Но иногда в карманах бывали деньги. Один раз был паспорт. И все очень печально закончилось. Зато сейчас можно стирать сколько угодно. Вон мой теннисист. Иду смотреть его. И все очень печально. Солнышко скрылось за тучку. Так хорошо стало. Вечереет. Я сегодня по-настоящему почувствовала лето. Мы вроде бы пока держимся. Я надеюсь, что нас, коронавирус, обошел стороной. Симптомов пока никаких нет. Я думаю, что они бы уже были. Если в субботу был такой близкий контакт у Луки, то, по идее, мы бы должны были заболеть. Но я очень надеюсь, что это все останется в прошлом. На этом, наверное, я буду заканчивать свой влог. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.